Всем привет! Как и обещала, сегодня продолжение истории с возвратом футболки. Мне одобрили возврат. Сейчас мы вместе с вами пойдем и сдадим ее, чтобы у вас не было вопросов, что это именно я заказывала и заказывала в компании непросто. Сначала заглянем в мой личный кабинет, чтобы вы убедились. Мои заказы, футболка, цена была другой. Мне повезло. Целых 548 рублей стоила футболка. Сейчас она подорожала. Посмотрите на ассортимент товаров компании. Много разных. Я оформила проверку товара, выкупив его изначально. Я рассказывала, мне одобрили возврат. Вернусь полностью в сумму, которую я заплатила. Без взимания за доставку 100 рублей. У меня вопрос к производителям. Каким образом у вас девушка, которая рекламирует эти футболки, весом в центнер поместилась в футболку Эль-Размир? Заведомо ложная. Вы будете же ее смотреть, да? Да, возврат на сумму 948 рублей. Хорошо. Пара слов для тех, кто заказывает на Лайлберрис. Боритесь за свои права. Если вам пришел некачественный товар, выкупайте его, создавайте заявку по браку и ожидайте. Возможно, все получится, все свершится, и вы не потеряете деньги за доставку. Почему вы должны терять 50, там кто-то 100 рублей, у кого-то, я знаю, доставка, которая стоит 150 рублей. Это ваши деньги, вы их заработали. Незачем их выбрасывать в мусорную корзину. А Лайлберрис пусть думает, что они там отправляют. И еще, перед тем, как забрать вещи в примерочную или забрать вещи домой, вы проверяйте, не отходя от камеры в пункте выдачи Вайлберрис. Потому что, если вы, даже если вы будете в примерочной примерять обувь или еще что-то другое, и вместо обуви у вас окажутся стоптанные чешки, вам денег уже никто не вернул. Вскрывайте все при камерах. Надеюсь, все будет хорошо. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok